Всем привет! Это Катя. И сегодняшнее видео про подарки на 2 годика для моей малышки. Это видео совместное. Снимаю я его вместе с другой мамочкой Юлией, малышке которой тоже недавно исполнилось 2 года. И она расскажет вам о своих подарках. Поэтому переходите после просмотра моего видео по ссылочке в инфобоксе. Итак, первое, что нам подарили, это вот такая коляска. Она такая огромная, что еле влезла в объектив. Она прям как настоящая, потому что здесь даже есть вот такая переноска, в которую можно положить, например, пупса и отнести его от качелей до песочницы. И вообще, в принципе, она мне этим понравилась, что она большая и тяжелая. Потому что ребенок, когда идет, ему легче вести такую тяжеленькую коляску, потому что он у нее как бы опирается. Потому что у нас до этого была такая простая, обычная, дешевая, легкая коляска. Даша неудобно было ее возить, потому что она была легкой, и у нее почему-то колеса передние всегда вот так поднимались, и она ехала только на задних. Ей тяжело было управлять. В общем, тяжелой коляской управлять легче, чем легкой коляской. Потому что эту коляску она возит вообще без проблем. Следующее, что нам подарили, это... Воздушные шарики. Причем много воздушных шариков. У нас их было очень много. Они летали под потолком. Все бабушки, все дедушки, крестные, все принесли нам по шарику. Причем некоторые из них начали летать очень-очень низко и сдулись уже практически ночью после самого праздника. А некоторые держатся уже вот сейчас дней 5 или 6 прошло после того, как я снимаю видео. Вон они там под потолочком висят и будут висеть еще в течение месяца, как нам обещал этот продавец. Потому что он посоветовал обработать шарики изнутри чем-то, потому что гелий, он имеет свойство улетучиваться шариков. Поэтому если вы будете заказывать вашему ребенку шарики, то просите продавца сделать вам так, чтобы они у вас не упали уже завтра же и не сдулись, а чтобы они послужили хотя бы месяц. То есть пройти специальную обработку. Следующий такой огромный подарок это настоящий кукольный замок. В нем очень много всего интересного для маленькой девочки. Он раскрывается и делается еще больше. Тут есть кухня, прихожая, гостиная, огромный зал, в котором куколки могут сидеть, пить чай, готовить еду. Тут все что угодно можно в нем делать. В общем, играй не хочу. Но мое мнение, Даша еще не совсем разрела до такого подарка. Я думаю, где-то года в три он ей будет в самое яблочко. Сейчас мы его пока уберем и потом уже откроем, когда нам будет три годика, и покажем вам. В принципе, в списке подарков на два годика в определенных книгах, в умных, психологических, там на основе исследований каких-то, уже стоит кукольный домик, кукольный замок с такими вот ролевыми играми внутри. Ну, посмотрим, может быть, через какое-то время мы его и вынем. Кстати, если хотите поподробнее прочитать этот список, не знаете, что уже дарить вашему малышу. У меня обязательно будет видео про игрушки, которые необходимо приобрести малышу в два года, и ссылочку я обязательно оставлю. Продолжая тему кукольных домиков, подарили нам вот такие игрушки из серии Happy Family, которые и будут жить вот в таких вот, соответственно, кукольных домиков. Вот здесь вот у нас, по-моему, спальня, выну покажу сейчас, и кухня. Вот смотри, это у нас папа, а вот это будет мама. Их можно раздевать, представляешь, и одежду на вешалочке вешать. У них такая комнатка получается. Да, они пойдут чай пить, кофе пить, одеваться, у них тут кружечки. И открываются, и дверьки открываются. Класс. Наш следующий подарок – это пальчиковые игры. В них входят карточки поля и стихи, и упражнения. Следующий подарок, который мне очень понравился, и он нам по возрасту, это макси-пазлы. Они сделаны из дерева, здесь вот эти пять картинок. Мяч состоит из двух частей. Мишка, там, по-моему, из четырех, этот из трех, и так далее. Я сейчас уже не запомнила, в общем, из всех этих картинок мы пока что собираем только мяч, который состоит из двух пазлов. Вот нам сейчас два годика, мы собираем картинку из двух пазлов. Вот он, этот мяч. Пазлы очень твердые, они из твердого материала, и вот так вот они легко друг в друга вставляются. И самая классная вещь, которую Даши очень понравились, все, что мы подарили, это домик-палатка. Она из нее прям не выходит, она запрыгнула еще на день рождения в него, все шарики туда затащила. И давай играть! Ну и где ты там? Ку-ку. Ты Ку-ку? А сейчас я тебя найду. Вот и на! Следующий подарок, это вот такой замечательный кукольный театр-колобок. И вот в него как раз мы уже хорошо играем. Герои-колобка, они все двухсторонние. Вот на таких подставочках, мне вообще понравились, с ребенком можно играть. Фишка в том, что сначала ты сама рассказываешь ребенку эту сказку. Вот жили-были там, например, старик и старуха, и спекли они колобок, и вынимаешь этого колобка. Вот, и потом рассказываешь то, что он от них убежал, он от них убежал, побежал, побежал, и встретил там зайца. Со временем-со временем малыш начинает сам разыгрывать этот спектакль, запоминать сказку. В общем, это колоссальная просто польза для развития речи, внимания, памяти. Сказки – это кладезь знаний для малышей, особенно такие театры, которые эти сказки для детей доносят именно с удовольствием. Ну, в общем, что сказать, я рада, потому что вот подобного плана игрушки я бы сама, наверное, для моей малышки не купила, потому что такие вот игрушки, которые нам подарили, это дорогие игрушки. Без них можно обойтись, но их вклад в развитие ребенка большой. Поэтому я бы все-таки рада, что нам их подарили. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. И еще не забывайте переходить по ссылочке в инфобоксик Юли. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok